Глава Серпухова в срочном порядке провел встречу с руководством подрядных организаций, выполняющих в городе капитальный ремонт жилых зданий. Обеспокоенность Дмитрия Жарикова состоянием дел с капремонтом обоснована. По итогам 2014 года из запланированных 14 домов были отремонтированы лишь 4. В прошлом году по плану 91, а сделано лишь 40. И, наконец, в этом году по плану 90 домов, но работы не сданы ни по одному из видов ремонтных работ. Причем, по имеющейся достоверной информации, подрядчики вышли с контрактами на все дома. Недовольства жителей по качеству работ и срокам их исполнения обоснованы, и глава города в этом году не намерен допустить подобного отношения со стороны организации, ремонтирующих жилье за деньги серпуховичей. Я не допущу в городе тех, кто нас подвел в 2015-2016 году. Поэтому, я не знаю, вы заказчиками являетесь. Тем не менее, работы принимаем, и мы в том числе. Я хочу, чтобы эти работы были качественно выполнены и выполнили срок. В ходе встречи у представителей строительных компаний попросили четко обозначить сроки завершения капремонта. Одна из самых проблемных организаций – «Полюс». У нее 7 домов в ремонте, второй год. Главный инженер Аганес Авакян сообщил даты готовности домов. На улице Советская дома 29 и 56 – 15 августа. Дома 36 и 53 на 1-й Московской – 15 августа. На улице Пушкина 9-я. Работы обещают завершить 28 июля. У меня есть час домов, который до конца этого месяца, и час, который до 15 августа. Так, Подворская 95-12. 15 августа. Особое внимание будет уделено приемке выполненных работ. В состав комиссии войдут члены Совета дома, сотрудники управляющей компании, представитель фонда капитального ремонта и сотрудники администрации. Особое внимание подрядчиков глава города обратил на обоюдное взаимопонимание с жителями и управляющими компаниями. Мы готовы конструктивно, по деловому с вами сотрудничать. Если есть какие-то проблемы с управляющими компаниями, если они не объективны, обоснованы, мы готовы к ним подключаться. Но бегать, уговаривать вас никто не будет. Кроме того, Дмитрий Жариков обратил особое внимание подрядчиков на необходимость убирать за собой и следить за чистотой на стройплощадке. Бизнес нужно и можно делать цивилизованно. И не оставлять после себя мусор, куски цемента и пятна краски на тротуарах. Для нарушителей существуют ощутимые штрафные санкции. На следующей неделе вопрос капремонта в Серпухове станет одним из ключевых на общегородском оперативном совещании главы. Сроки завершения работ строительными организациями будут представлены общественности и СМИ.